Я же по другой дороге ехал. Что взял автомат, думаешь, что можешь угрожать человеку по телефону? В инспектор ДПС. Да, да, да. Машину присядьте или переживайте. Ты что, во мне видишь, что я бояться буду тебя или что? Ну, я вам говорю. Ты же автоматом тебя бояться должен. Бабки даже давали, видишь? Это бабки тебе давали за то, что вот там пацанов тормозило. Вырываю. Ну ты руку свою тянешь. Я не вырываю, я не дядька. Ты на повышенных со мной завален. Любым способом пытаетесь уйти от нарушения. Они меня остановят, говорят, ты никуда не выйдешь, хоть я сейчас выпишу штраф, типа, потому что ты остановилась. Произошла ситуация. Бери вину на себя, Вика. Вы забрали. Бери вину на себя. Друзья мои, вас всех приветствую. Ставьте чаечек, кофеечек, потому что видеоролик будет очень интересный и продолжительный. И, пожалуйста, сделайте репост, кому нетрудно. Хочу, чтобы этот видеоролик набрал много просмотров и действия данных сотрудников не остались без внимания. С кем? СВОУ. СВОУ? Да. Похер его знаю. Я тут можно. Может, лишенный. Может быть, лишенный? Да. Вы сами сами. Вперед. Вы что можете сделать, да? Что? Вы что можете сделать с задним числом? Ну, вы. Здрасте. Здрасте. Вы блогер? Да. Да? Да. А что снимаете? Да, про такси. Все про такси? Да. По-моему, на радио с вами как-то дорожное было, вот там снимали тоже, да? Нет? Я не помню. А что про такси имеете в виду? Внутреннюю работу, там, смены бывают, а в основном сейчас последнее время. Контролируете, в общем, таксистов, да? Да. А они об этом знают? Смотрите, мы подключаем кендекс такси и делаем разрешительные документы по Ростовской области, по Краснодарскому краю. По всем городам, да? Да, да. А что видео покажете, хоть как снимать? В Ютубе Близнецы в такси. А не, а сейчас же снимает нас? Да? Ну, у вас что, 4К, не? Ага. Нет, серьезно, это Full HD. Сейчас, поможем. Есть нарушение? Да. Хоть посмотрите, как оно выглядит, качество. Ты сейчас продиктуй, где надо водительского. Вот какое качество. Вот это и все? А с моим нарушением можно видео влянуть? Скорее мне, человек. Мотать надо. Мотать надо, да. А паспорт, а нет, самому? Нет. Слушай, вы одинаково. Тут не получилось, что-то на брата. А он, собственно, Шахтинска, да? Ну, вот так. Уже было, да? Да было, конечно. Так, один нарушение. Сейчас мотаю. Это улица Светлова? Да, да. Светлова сколько? Один. Комната 13. Это в чужитии, что ли? Да, да. Номер мобильного телефона? 934. 4,7. 0,22. Это и номер парка, если вдруг. 4,7. Заходите подтаксовать, пацаны? В общем, че-че-че? Подтаксовать захотите, мы подключаем. Фактическое место жительства где у вас? Фактическое место жительства. Город ПГТ Новомихайловский, так скажем. Топсийский район. Так там же номера машины не будет видно. Мы же за вами поехали. Да я оттуда не выезжал. Я же по другой дороге ехал. Я же не пойму, где это. Поставим так. Дмитрий Игоревич, вы с нами еще не согласны? Нет. Нет? Нет, конечно. Хорошо. Так, будет на месте вынесенный протокол, сумма штрафа будет максимально. Пожди, не соглашался. Так, как бы на месте вылететь протокол? Что? У вас должны быть два понятных на месте, правильно? С чем? Ну, а как бы на месте? Ну, с чем вы? Ну, вы не согласны. Нет, не согласны, я не ехал по этой стороне. Я с другой стороны выезжал. Удатсу до справок. Вот, спасу. С какого? Да, вон, оттуда с этого вылезли. Ну, за вот этим перекрестком, получается, что находится. Безопасный город еще есть. Пожалуйста. Назари. Хорошо. Можете не соглашаться. Без проблем. Там еще детское кресло, да? Да, ну, в люке, ребёнок. Не заправь с собой. Что, долго писать, Боже, я один скажу? Да. А? И тут, ребятушки, у Дмитрия происходит понимание, именно у Дмитрия Недайвозова, и кто меня близко знает, тот поймет. Происходит понимание, что нет никакой видеозаписи, где четко видно номера и видно права нарушения. У них вообще там что-то непонятное происходит, что они снимали, просто решили на лоха какой-то штраф выписать. В общем, Дмитрий уходит, звонит своему брату, получается, мне, я прихожу на Зарю, вот, и еду забирать машину. В процессе, пока я добирался именно до автомобиля, позвонила мне моя супруга Виктория, вот, и передала трубку сотруднику, и он мне начал там говорить, ты не мужчина. Вот, меня это, естественно, задело, я чуть-чуть разозлился, и поэтому вы увидите, ну, в каком состоянии я приду на место. Жена, ты что там, не в себе, что ли, мужской поступок? Это моя жена ехала с моим братом, я сейчас приеду за машиной, я делами занят. Ты за мою жену будешь говорить? Давай за твою поговорим, ты что там, блядь? Добрый день. Добрый день. Кто бы телефон разварил? Я разварил. Ты там, может, что разовариваешь? Да. А что ты мне можешь причинить моей семье, что ли, какой-то вред? Ничего, абсолютно ничего. Ну, а что ты меня шугаешься по телефону? Не шугаю. Ты что, взял автомат, думаешь, что можешь угрожать человеку по телефону? Вы со мной нормально разговариваете? Я с тобой нормально разговариваю. Я не угрожаю. А что ты мне говоришь про мужское какое-то, что не мужчина? Про мужское. Ну, а для чего ты оставил? Тебе мужского много или что? Так сделал. Хватает. Тебе мужского много? Хватает. Да? Да. Что у тебя тут мужское, блядь? Звонить по телефону разговаривать? Ты где живешь? Давай увидимся, мужчина в мужчины. У вас мужского много хватает? Да, конечно, много у меня мужского. У тебя много мужского? Ты разговариваешь по телефону, твоя жена здесь. Я сказал, оставили супругу и ушли. И что дальше? Ты не оставляешь, ты уехал, бабки собираешься, по городу ездишь, и на, где твоя? Не надо, не надо наговаривать. Ты ездишь, бабки по городу собираешься, давай я тебя буду записывать. Молодец, да я вон подходили, вон пацаны говорят, ты давали, вам стоят, все говорят, за то, что за тонировку тебе вам платят, что нет, что ли? Нет. Да ладно, что вы рассказываете, пацаны, такая же тем... Да я видел лично, вы бабки брали. Мы сотрудник, инспектор ДПС, машину присядьте. Не, я не хочу за машину присаживаться. А это называется наговариваете, за это уголовная ответственность. Да что уголовная, ну приведите меня к уголовной ответственности, как вы наговариваете на меня, так же я на вас договариваю. Вас изначально остановили... Кого остановили? Да меня не останавливал никто, вы брата остановили. Где ваш брат? Да я откуда знаю, это его личное дело. Вы брата остановили, в чем проблема? Вы имеете документы, что себе контейнер снимали? Ага, я понял. Да ты тоже, брат, из контейнера на мне снимаешь, на браке хотел? Я ничего не снимаю. Ну вы снимаете сбоку машину. Я несу службу. Ну я свою службу несу. Согласно, с моего. Я так же занимаюсь, согласно. Я не лезу лично за семью, за твою я не разговариваю, за твою жену не разговариваю. Да ты за мою жену с чего разговариваешь, ты поднимаешь вопрос. Давай я за твою поговорю, но это нормально. Поговорите, да. Хорошо, я поговорю за твою жену. Хорошо, оставите сюда. Прикиньте, за жену валите. Куда подойдите? А что вы заключаете? Отметки настоящей личной семьи написаны? Да есть, конечно. Вам что? Вам что? Ну, есть. Ну, тебе есть? Покажи, ты кто? Во-первых, не ты, а вы. Нет, до того момента, когда ты мне не представился, ты, пока ты мне не представился, пока ты мне звонишь, там про жену что-то мою разговариваешь, поднимаешь вопрос. Во-первых, я вам не звонил. Слушай, я понял, я тебя услышал. Если ты уже так говоришь, если... Ваша, я не знаю, кто, супруга или супруга вашего брата, она вам звонила. Я ее просил, чтобы она вам направилась, спросила, где. А вы документы есть? Я к твоей жене приеду, тоже буду просить, понял, там кому-то позвонить что-то, понял? Сказать свой паспорт удостоверяющей личности? Или переживаете? Ты что, во мне видишь, что я бояться буду тебя или что? Ну, я вам говорю... Ты с автоматом тебя бояться должен? С таким автоматом. Ну, вот они у вас с автоматом. Кого я должен защищать? Вот ты у меня разбоишься. Ты мне покажите, ты боишься. Я не боюсь. Ну, покажи тогда. Я покажу удостоверяю. Ну, так покажи, кому показывать. Как не на камеру? Покажи, кому показывать. Не на камеру. Покажи, кому показывать, я же не знаю, кому показывать. Я понял. Я не прочитал. Вот деньги видишь у тебя там, бабки даже давали, видишь? Это бабки тебе давали за то, что там пацанов тормозило. Я там останавливал. Приведите этих пацанов. Приведу я тебе на видео увидишь вечером. Да, ты на видео увидишь вечером. Ты на видео увидишь. Документ покажите свой. Тогда я прочитаю, что у тебя написано. Я памятью прочитаю. Я не даю, я прочитаю. Давай, я prominent мне предостател. Лейтенант полиции, Джен Сергей Сергеевич, инспектор ДТС. Тебе тоже так в лицо свадьбу? Вы обязаны там даже написано передать, а удостоверение я не передаю. Да я за рулем что ли, что я тебе должен передавать? Не тебе, а вам. Да тебе, я вам предоставился. Тебе ты муравейчик, что я тебе тут буду? Вам. Что случилось? Нормально все? Да, брать. Передать, вы обязаны. Не, 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 я не обязан вам передавать этот паспорт. Закон есть такой. Я вам паспорт. Закон, вы препятствуете закону сейчас, в данный момент. Вам паспорт передать? Паспорт передать, потому что вы гражданин Российской Федерации. Да нет, паспорт я вам передавать, я пешеход просто, я ничего не нарушил, иду. За что я вам должен передать паспорт? Паспорт передайте для проверки, удостоверяющей личности. Я вам показал. Вы мне не показали. Ты меня вырвать его сейчас? Я не буду вырвать. Ну, тебе показали, в чем проблема? Да нет, не вырвай, не надо, паспорт. Я не вырываю. Ну, ты руку, смотрю, тянешь. Я не вырываю, я не дядька. Я не дядька, я вам предупреждение делаю, предупреждение, предупреждение. Не, не, вырвать не надо. Вырвать никто не... Вот, да, вы утрогаете. Уважаемый. Уважаемый. Да я не собираюсь вам передавать свой паспорт. Это мой паспорт, и у меня сейчас забирай. А это, а это незаконно. Что незаконно, паспорт? Да. Вы пешеходу подошли. Я подошел удостоверить личность. Ты забрать хочешь паспорт? Я его не забираю. Я его отдам, сейчас я и уйду. Ну, если ты хочешь, забрать у меня паспорт. Я его не буду забирать. Но мне не нужно. Ну, вы передаете, я смотрю. Так не видел, что там написано? Нет. Такие вопросы. Я вам объясняю, что это за хором. Тяжело что-то с тобой разговаривать, если честно. Понял? Что? Тяжело с тобой разговаривать. Паспорт, покажи. Я его не забываю. Ваши. Пожалуйста. Вы его передать обязаны сотрудникам. Да нет, это вон, это если... Тебе права должны передать. Я иду просто, я пешеход, я тебе передавать. Зайте паспорт-то откройте, там... Для вас написано, что вы должны делать, гражданин. Нет, передавать вам паспорт. Паспорт я не обязательно передавать. Паспорт я вам не должен. Не пацаны. Да я ему показал уже два раза. Не пацаны, я представился, показал удостоверение. Да не я представился, показал паспорт. Ты назвай меня тоже по имени. Что, в чем проблема? На вы общаемся. Да я вижу тебя как ровесник. Они собираются с тобой общаться на вы. Ну, каждый... Ровесник и... Да, причем здесь... Каждый разговаривает в силу своей воспитанности. Паспорт, покажите. Тебе тоже показать? Вам. Да. Да я не нервничать, я тебя не переживаю. Да я нервничать начал с тех пор, когда ты на жену начинаешь разговаривать. Да ну, там на камеру видно. Не кричи, пожалуйста. Я не кричу. Я не с тобой разговариваю, я разговариваю. Я разговариваю с человеком. А водительская девушка будет? Да зачем мне водительская? Прошу зачем. Я пешеход. Я пешеход. Что сейчас... Мне позвонила моя супруга. Позвонила моя супруга, говорит, позвонить. Да. Правда, я туда не пойду, да. Ну пусть не идет, забирайте супругу. Документы? Какие? А от машины? Вы удерживать будете? Да без проблем. Хорошо. Нет, никто ничего удерживать не будет. Документы на машину, я вам не могу отдать только собственнику. Собственнику можете отдать. Да. Хорошо, я понял. Ты на это берешь? Да, да. Есть паста? Что-то удерживаешь, гляньте. Забрали. Вот смотрите. Александра вам на это супруга. Смотрите, забрал у брата. Да я передам, это моя жена. Да, давай передам. Не дай возова, видишь фамилия? Это родственники. Да ты ничего. Ну так, значит так. Родственники были. Так, значит так, хорошо. А почему у вас ключи от этого автомобиля? Что они у вас делают? А почему у вас ключи от этого автомобиля? Потому что это мой патрульный автомобиль. А ваш брат попросил приехать забрать автомобиль. Вы задаете вопрос, я вам отвечаю. Ну я вам отвечаю. Брат приехал, попросил, позвонил. А почему брат приехал? Он оттуда приехал, говорит, слышишь, что братуха, забери, говорит, пойди машину. Я приехал, забрал машину. Идите, развалите. Ключи у нее были вообще. В чем проблема? У нее были ключи. Ни в чем проблем нет. В данный момент автомобиль нарушает правила дорожного движения. Правильно. Наформляйте. На остановочной площади. Наформляйте, ребята. Правильно. И он у вас доставит. Что? Тебе косять в рулю, а переедь, пожалуйста. Сейчас детей заберу, поедешь. Вот он водитель с правами, которые поедут. Водительская, попробуйте. Да, конечно, держите. Водительская полюса с АУ, которая на броховой. Есть? Не переживай. Да, в рамках пацанского я просто потом буду. Не надо угрожать. Я не угрожаю. Рамках пацанского что здесь? Угроз здесь сразу? Для тебя пацанское это что-то далекое? Я не могу там оценивать. Это водительская водительская водительская. Нет, может это ваша водительская? А, вот моё. Я не знаю. Вот этот человек передал. А чем он вам является? Мне надо страховку на машину, чтобы вы умеете управлять. Умеете страховкой управлять? Ну пробивайте, ребята, там есть страховка. Имеете? Нет, нет, там есть страховка, пробивайте, неограниченная. Страховая пацанского. Да у неё с собой нет. Я с собой нет. Давайте проверим. Да там не вписано, там неограниченная страховка. Там неограниченная страховка. Там неограниченная страховка, а неограниченная. Для чего снимаете? Для того, чтобы потом видели, как происходит ситуация в Новошахтевске. Ну то есть, как удержание, как незаконные все ваши действия, чтобы... Просто в Новочеркасске уже ребята давно ходят и потом звонили, устраивались в такси. Таким же способом. Говорит ты, в натуре мы... Сколько это будет в Новочеркасске? Хоть в Краснодарском крае. Хорошо. Подождите, пожалуйста, сейчас страховка придёт. Страховка есть. Есть? Только видео уже оставят, чтобы мы сейчас приехали. Видишь? И вы же остановили здесь. На мигалках, правильно? На мигалках. Да. А вы не имеете права. Ну так, получается, вы спровоцировали брата на то, что... Мы ничего не провоцировали. Так, вы кричали в рупор. Ситуацию в данный момент провоцируете вы сейчас. И вы пытаетесь... Нет, да меня затронуло, знаете, знаете, что меня затронуло? Меня затронуло лично, когда моя личная трога. Меня лично. Любым способом пытаетесь уйти от нарушения. Да, так же, как и вы. Я не упожу. Так же, как и вы. Да, точно так же. Вы отвечаете в данный момент на вопрос. На какой вопрос? То, что я вам задаю. И то, что вы провоцируете конфликт. Какой? Да я не провоцирую конфликт. Я пришел, говорю, заберу машину. Ты говоришь, дай сюда права. Дай сюда права. Дай сюда права. Ой, этот паспорт, дай мне его сюда. Зачем тебе его дать? Вот я просто не понимаю это. Для чего это? А что личность установить вашу? Вы... Своим поведением. Своим поведением. Отлично. Отлично. И тут, друзья, я оказываюсь в такой ситуации, когда я понимаю, что вот эти крики, агрессия в их адрес бесполезна. Вроде бы и есть понимание, что это два лоха, которым дашь две пощечины и они обсерутся. Но не та ситуация. Они находятся при исполнении, с оружием. То есть сделать я им ничего не могу. И тут я понимаю, просто нужно этих идиотов снимать. Снимать их незаконные действия. Еще раз попрошу, если у кого-то, если кто-то досмотрел до этого момента, пожалуйста, поделитесь этим видеороликом и посмотрите дальше, что они делают. Они, получается, начнут удерживать жену, пытаться на нее оформить какой-то штраф. Представляете, да? Если бы у меня была бы такая же мера понимания, как у них. Ну, то есть после всего вот этого мне, по идее, нужно было поехать до ихних жен и начать им там делать какие-то, создавать в жизни проблемы. Я, естественно, этого не делаю, потому что я здравый, адекватный парень и у меня голова стоит на своем месте. И я считаю, что это неподобающее действие не только со стороны какого-нибудь сотрудника, но и любого мужчины, который себя уважает. И поэтому эти вот два, которые говорят за мужской, они вообще не мужчины. То есть это лохи конченые. Если есть возможность, ребята, прям передайте, пожалуйста, это видео своим товарищам. Чтобы оно максимально залетело в Ютубе. И для того, чтобы хотя бы их пристыдить, это просто бред, что происходит в этом городе. ТПС остановили, удерживают автомобиль, уехать отсюда не дают. Дай ключи. Здесь двое детей. Три-пять нервы. Ой-ой-ой. Думаешь? Ну подумай ты о моих долгах. У тебя же работа такая, дядька, о моих лагах долгая. Я не мне о своих долгах думать. У меня вам несколько вопросов. Я сейчас не готов, некогда ответить, я тебе по поводу скажу. Да неважно. Хорошо, моё и благородительное. Езжайте к родителям. Да, да, давайте занимайтесь. Занимайся, занимайся, занимайся. Можно? Давай, давай. Они меня остановят, говорят, ты никуда не выйдешь, у тебя сейчас выпишем штраф, типа, что ты остановилась на это. Я говорю, так он не сидел. А, ты остановилась? А чё же ты, она же не остановилась, чё же вы удерживаете? Она и не была там, что проблема? Кому вы штрафы, пацаны, выписываете-то? Он говорит, потому что водитель был, который был, мы остановили водителя, типа, а ты, значит, ну, так как он ушел от ответственности, значит, ты теперь остановилась на остановке, на которой стоять нельзя. Раз ты завела машину, значит, мы выпишем. Сейчас штрафы, дайте мне свои документы, я говорю, я документы не дам. Ты чё, не забрали документы, получается? Нет. А от машины не отдали? Отдали. Отдали от машины? Ну, в ССК? Да. У меня она вот она. Отдали, да. Не понял. Да, позвони этому, пусть Артур приедет за руль. Она допустила? Да. А вы же видели, что там другой водитель был? Вы. А вы хотите оформить на нее, да, получается? Ну, вы же передадите, вы хотите, чтобы она отсюда поехала? Да. Значит, надо на нее оформить, правильно? Ну, если она нарушает. Нет, вы же говорите, вы видели, что это я нарушал. Вы хотите оформить на нее, получается, если она поедет, чтобы она уехала? Вы нарушали, не предоставили преимущества пешков. Ладно, хорошо. Далее, если она сядет за руль, вы ее оштрафуете за то, что она здесь не останавливалась. Верно? За то, что она, за то, что другой человек не нарушает. Верно, я понимаю? Ну, она же нарушает сейчас в данный момент. Как? Она сидела сзади, она же стоит сейчас сбоку. Да, да, сидела сзади, вы сами говорите. Она сидела сзади, вы сидели за рулем. Я... Вас остановили. После чего вы... Нет, я не сидел в этом... Нет, нет, не я сидел. Сидел мой брат. А вот здесь сейчас она хочет сеть, где поехать. Вы говорите сюда, вы сразу препятствуете, требуете не документы. Представляете? А почему он не стоит? Ну как? Нет, нет, я не с вами. Я понимаю, он препятствует. Ну, вы старший. Ему препятствует. Вы старший. Чем я препятствую? Вика, подойди, пожалуйста. Тебе подошли сейчас и сказали то, что... Да? Правильно? Вот, она сказала, что если она сейчас строится с места, вы ей сказали, что вы оформите на нее то, что здесь остановка не положена в месте. Она говорит, я же не останавливалась. Правильно? Верно? Нет. Останавливался другой человек, его сейчас нету. И вы их хотите оформить где-то на девочку. Правильно я понимаю? Я правильно вас понимаю, сотрудники? А как сказать, забрать мне машину? Как забрать фамилию? Нет. Да, вы останавливаете, она забирает машину. И препятствуете движению безосновательно. Она где стоит, если говорит брат ее покинул и ушел. Так ее забрать, ее нужно. Его брат. Подожди, это как он говорит. Смотри, ты только что пресекал меня, а тут же называешь на ты. Вы же только что пресекал. Ты говоришь, подожди. Да на видео слышно? Вы же потом смеяться будете смотреть. Пацаны, попьем. Останавливали. Подожди, это... Подожди, это... Подожди, это... Попить. Ну, реально, вы будете сидеть... Я на ты никого. Я к вам... Смотрите. Подожди, это... Любезный, пожалуйста. Здесь только что вы сказали ты. Так они уже были данные? Да, конечно. Аж у вас трое. Кому тут забыли? Да. А где третий? А где третий? Ушел. Только запоминал тоже его данные. Кого вызвали. А мы его не вызвали, дело в том. Сам пришел, да? Ну, а здесь он недалеко находится. Получается, вот такая ситуация интересная. Получается в данный момент... Произошла ситуация. Бери все, бери вину на себя, Вика. Вы забрали. Бери вину на себя. Да бери... Эвакуатором только. Это ваше взвешенное решение, как сотрудника? Нет, ну просто мне интересно. Пусть потом просто... Она, она... Транспортное средство. Кто, транспортное средство? Давайте у нее спросим. У транспортное средство. Она нарушает, а? Давайте у нее спросим. Она нарушает. Девушка, при чем здесь девушка? Девушка здесь при чем? Она ее хочет забрать. Вы же понимаете, она просто хочет забрать. Понимаете? Чуть-чуть логический процесс, сотрудник, давайте, вот смотрите, вы ей говорите, вы ей говорите, логический процесс у меня работает замечательно. Данными действиями сейчас, любыми способами, входите просто от ответственности. И вы хотите переложить эту ответственность на эту замечательную, прекрасную девчонку. Ребята, вы говорили про мужское только что, и вы, то есть вы хотите сейчас передать, передать, нет, 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 затронули вопрос сначала, вот этот, пожалуйста. Замечательный сотрудник. Вы сейчас хотите переложить ответственность моего брата, который здесь был за рулем, на плечи этой грубкой дамы. Как вы считаете, это нормально? Но почему брат не придет? Это нормально, как вы думаете? Но почему брат не придет ваш? Виктория, вот ты теперь отнесешь ответственность за то, что брат не приходит, ты теперь будешь везти эту ответственность. Ты готова понести ответственность? За слов. Пожалуйста, на, уезжай, одежай. И ребята будут тебя оформлять. Я это хочу прям, давай, едь, пристегай. Дети здесь со мной, отъезжай, Вика. Я хочу это прям, чтобы, ну вот прям, чтобы это все сделали, пацаны. Давай, пойдем. Я покажу, пацаны, как снимать нужно. Вика, ты им продавала права, нет? Давала. Ты им права дала? Ну, ты, они же смотрели их. Ну, они у меня. Они у тебя. Нет, нет, у нас с детьми. У нее двое детей, она не может отлучить. Давай. Вика, не подписывай ничего. Я еще не буду подписывать. Нет, нет, мы тебя не поднимаем. Вы сейчас садитесь. Нет. Ввиду того, что у вас двое детей, я вижу, мы вполне одекоматый человек. Садитесь, съезжайте, когда вам надо. Слава Богу, в течение, через какое-то время. До свидания. Спасибо вам. Ну, и в итоге, да, они отпустили, все нормально, все хорошо. Ну, ребята, представляете, насколько, насколько у них работает принятие трубы. Ну, ты же остановил и захотел обмануть без доказательной базы, захотел выписать какой-то штраф. Тебя, соответственно, даже если я бы находился на том месте, один, это не был бы мой брат Дмитрий, ну, захотели вот так бы обмануть и уйти от наказания. Ну, прими эту ситуацию. Причем здесь девушка? Почему ты пытаешься оформить какой-то штраф на девчонку, пугаешь ее, запугиваешь какими-то там протоколами? Ну, кто ты вообще есть? Кем ты живешь, как ты себе представляешь вообще, когда твою женщину будут так же запугивать? Ну, так в целом, друзья мои, денечек вышел. Отличный, прекрасный, превосходный, замечательный. Хотелось бы поблагодарить всех, кто досмотрел этот видеоролик до конца. Также поблагодарить сотрудников за то, что у нас сегодня получился такой замечательный контент, эмоциональный, хоть даже негативный, но все же. И время всем нам поучиться работать с нашим принятием. Я уже за себя взялся и благодарю Вселенную за все, что происходит в моей жизни. И помощником во всем мне является сейчас мухомор красный, он стабилизирует мою нервную систему и помогает оставаться в хорошем настроении. Сегодня, видите, с утреца не успел принять, ехал, спешил на тренировку, и вот получилась вот такая вот ситуация. Если бы мое внутреннее состояние было на другом уровне, скорее всего, вот этих негативных ребят я бы сегодня не встретил. Заказываю этот замечательный гриб у фирмы Излису. Ребятушки, сюда прикрулю номерочек, кому интересно, заходите, ознакомьтесь, приобретайте и тоже оставайтесь в хорошем настроении. Ну а на этом я с вами завершаюсь. Всем желаю хороших заработков и не говоздя, не жезла на дороге. Здесь вам помогут, подскажут всегда, близнецы так на парк.